Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. У нас сегодня пятая встреча. Ну, для нас пятая, вы-то, может быть, смотрели значительно больше. Мы с вами говорили о детках от 3 до 7 лет. Мы поговорили с вами о питании, как нужно их кормить правильно, о движении, когда их укладывать спать и когда поднимать. Так, в чем еще говорили? Отношения с водой. Да, вода, что это очень важная часть, огромная часть. И сегодня настало время, хотя не знаю, может, это начать надо было с этого, но мы так решили. Отношения в семье, обстановка в семье. Ну, и, наверное, когда мы сами определили эти темы, я подумала, ну, наверное, будет самая скучная тема. И когда, да, Вик, и когда мы начали размышлять и влезли в интернет, мы поняли, что там такое обилие информации, любой, всякой совершенно, что нам делать нечего. Если мы будем повторять, перепевать, то, как в том анекдоте, да, Абрам, ты пойдешь на Битлз? Да нет, не пойду. Почему? Не люблю, как они поют. Почему? Ну, поют фальшиво, не ритмично и гундосит. А ты был? Слышал? Да нет, зям по телефону напел. И вот как бы, чтобы нам эти перепевки, уже у нас не было перепевок, мы решили подойти с другой стороны. Все можете вы прочитать в интернете, в литературе, как нужно делать правильно. А мы решили поговорить о ситуациях. Есть конкретные ситуации. И вот как в этой ситуации ведут себя мамы в прошлом и бабушки в настоящем, советские бабушки, как мы себя вели и что мы делали с ребенком, и что теперь, какие правила у нашей молодежи. И вот поэтому мама и бабушка встретились и начинают разговаривать. Мы будем крайне вам признательны и благодарны, если вы подключитесь к нашему разговору, будете задавать вопросы и вообще хоть чего-нибудь говорить по этому поводу. Пишите, реагируйте, потому что, ну, иначе трудно. Итак, Виктория, я хочу вам вот что у вас спросить. Ну, первое, самое главное. До трех лет ребенок у нас с мамой. То есть, вот все только с мамой. Что для него мама до трех лет и после трех лет? Да вообще, что такое мама для ребенка маленького? Ну, вы знаете, я думаю, что лучше сказать словами одного психолога, который недавно мне попался на глаза, Марии Борозговской. Наверное, многие, может быть, ее знают из Инстаграма. Вот такие слова. Я у нее прочитала, я прям в душу запала. Материнская любовь – это единственная любовь, которая направлена на расставание. Я буду держать тебя, я буду любить тебя, чтобы ты вырос и ушел жить свое взрослое, отдельное и счастливое. Вот как бы так все сделать, чтобы это у ребенка сложилось. А самое главное, как еще принять себе в голову вот эту мысль, чтобы ее принять и понять, что тебе с твоим ребенком драгоценным придется расставаться. Итак, ну, предлагаю сейчас какие-то вот такие ситуации наши разобрать, да? Ну, да. Ну, любую ситуацию, которые, вот, как я себя вела, как вы себя ведете, да, и я думаю, что люди нас поддержат. Ну, давай начнем. Я думаю, что для этого мы можем перенестись мысленно на детскую площадку, да, где всякие разные ситуации встречаются. Подождите. Итак, представьте себе ваш драгоценный ребеночек, которого вы оберегаете. И дома, ну, сначала все хорошо, когда он у вас на руках и в коляске, все вообще нормально, прекрасно. Но дома вы уже более или менее определились. Вы закрыли там розетки все, вы убрали все стеклянные вещи, до чего может ребенок дотянуться, когда он пошел. Вот, в общем, более или менее все как-то наладилось. Под контролем. Да. И вот вы эту драгоценность уже не выносите и не вывозите в коляске, а оно выходит ногами, и вы выходите в мир, и этого драгоценного маленького ребеночка, он тоже в мир вышел. А там дорога, бактерии, жуткие притом, песочек, а в песочке кошки могли побывать и вообще неизвестно кто. Там дети ходят другие. Там дети, которые могут обидеть нашу драгоценность вот этого существа, да. Там качели. Качели. А там еще бывают горки. И разные другие вещи. Очень страшно. И что в этой ситуации делать? Да я не знаю, что делать. Давайте просто вот обсудим, например. Ну хорошо, вот он вышел. Вот, например, что? Вот такая ситуация. Детская площадка для маленьких детей со специальным покрытием, чтобы дети, если падали, было не больно. На эту детскую площадку пришла мама со своим сыном. Вот ребенок полез там на какие-то горки, а мама начала разговаривать со своей знакомой и на пару секунд буквально отвлеклась. В это время ребенок с огромной радостью вскарабкался на самую высокую лестницу, одной ногой там как-то закрепился, балансирует и кричит «Счастливый и довольный! Мама, посмотри на меня!» Ну, маленький ребенок, естественно, там года может три, около четырех. Мама автоматически поворачивается на голос и кричит «Быстро слезай! Ты сейчас упадешь и разобьешься!» Он еще пытается привлечь «Мама, подожди, посмотри!» Она срывает его с этой лестницы, чуть-чуть как-то так подшлепывает и говорит «Никогда не смей никуда больше лезть!» Ну, что мне нравится в этой ситуации? Что бы я сделала, да? Ты хочешь спросить? Ну, как-то вашу реакцию, да. Да, но неприлично девушка себя вела. Чего она орет на ребенка? Это плохо. Зачем она его шлепнула? Мы против. Это не значит, что мы не шлепали никогда. Но сейчас мы против категорически. Что бы я сделала? Ну, я бы не кричала. Я бы тихонечко подошла, сказала, что вот это страшно. Ну, первое, что я бы его схватила и стащила бы его оттуда. Но это было бы тихо. На детской горке? Да, это опасно. На детской горке. На детской горке. Просто уточним как-то. На детской горке, да. Ну, может быть, это не очень опасно, но я бы стащила. Все тащат, и я стащу. Я стащила бы. Я бы, конечно, тоже сказала, что это опасно, что туда нельзя и вообще никогда, потому что... А он что делает? Он орёт. И он опять лезет туда. И что хочет? Я его оттаскиваю, а он не слушается. Это меня ещё больше раздражает. И тут я понимаю эту маму, которая вопила и орала на этого ребёнка. А ребёнок-то что чувствует? Как думаете? Вот вы знаете, в этот момент, наверное, мы вообще о нём не думаем. Потому что здесь больше всего я думаю о том, что мне страшно. Я боюсь. И при этом я вижу, что девушка орёт, а она неприличность. То есть я думаю о том, что мне страшно и что подумают окружающие, если я буду орать. А он-то что? Зачем он туда лезет? И зачем? Давай думать. Ну, я думаю, что тут такая ситуация, что ребёнок в этом возрасте активно познаёт мир и самого себя, свои возможности. Он лезет, чтобы освоить что-то новое, удивить маму или папу, которые рядом, или ещё какие-то близкие. Это продемонстрировать, получить одобрение и закрепить в своей голове вообще на будущее все эти успехи. И тут бать, слезай, ты плохой как бы, да, ты что-то делаешь не так, я волнуюсь, больше так делать не надо. Ну, и в итоге мы что делаем? В итоге, что это для будущего? Голос из зала? Николай Васильевич. Вообще, когда две женщины разговаривают, мужчины сидят рядом. Вот у нас рядом сидят, да, сидят мужчины. Сидит Николай Васильевич, и вот мы к нему обращаемся. Итак, что это для будущего? Ну, это очень важно, потому что важен период с трёх до семи лет. Вот в этот период, как вы и сказали, ребёнок очень активно познаёт мир. И отношение к миру, отношение к другим людям. И вот конкретно этот случай, он, конечно, показывает стремление ребёнка к самоутверждению. И к успеху, понимаете? И разрушать вот это стремление нельзя. Почему? Потому что у него закрепится определённый стереотип, который он понесёт во свою взрослую жизнь. Или это будет именно отсутствие и опасность того, что вот как бы я буду что-то преодолевать. Или наоборот, это будет поощрение, и это закрепится как стремление к успеху и как бы движение вперёд. Поэтому я уверен, что останавливать и наказывать ребёнка никак нельзя. А что нужно сделать? Что там говорят ваши умные современные психологи? Ну, хорошее решение этой ситуации, я думаю, сказать ему, ты молодец. То есть, сделать так, чтобы он понял, мама видит, ты молодец, ты делаешь отлично. Но так как мы понимаем, что это горка, да, и что его нужно научить безопасности, мы скажем ему, там, к примеру, Саша, держись крепче, эту ногу ставь сюда, руку сюда. То есть, мы чуть-чуть его учим, да, чтобы это было безопасно и он не упал. И говорим ему, я здесь, я рядом, делай, что хочешь, да, мама рядом. Всё. Таким образом мы формируем у человека стремление, да, то есть, он не будет оглядываться, плюс ещё, да, Николай Васильевич, он не будет оглядываться, маме плохо, я, наверное, не буду делать, да. То есть, он спокоен, за ним стыд, который его поддерживает. На них уже энергию тратить не надо. Так. Лезь, помни о том, что можно учиться делать это безопасно, ну, если мы вот о каких-то таких физических делах, да. Держись крепче, а ты не, а ты не, сейчас упадёшь, есть разница, да? То есть, тут мы верим, тут успех, тут сила, а тут ты сейчас упадёшь. Вообще никто в меня не верит. Я реально упаду сейчас, да. То есть, вот, пожалуйста, кого вы хотите сформировать. Так, ну что, давайте ещё какую-нибудь ситуацию. Народ, вы пишете что-нибудь, нет? Никто не написал никаких ситуаций. Ну, продолжаем так. Мы продолжаем. Зимняя пора тоже подкидывает ряд примеров. Вот давайте я вам расскажу, да. Снег выпал вот сколько там, неделю назад, да? Ну, да, и он был. Ну, у нас здесь, как бы, в центре города снега не так уж было много, но он был. Вышли мы с детьми на улицу, тут же они упали в снег, там чуть-чуть грязи, так, ну, примешалось немного. Счастливы валяются. Подходит мужчина добрый и говорит, так, немедленно встаньте, сейчас вся одежда будет вообще в грязи. Маму, не слушайтесь, ведёте себя плохо, что за девочки. Правда, мам? У меня спрашивает. Я говорю ему, идите, идите, всё хорошо, дети, продолжаем валяться. Какая-то мамаша не в себе. Может, правда, не в себе? Ну, первый вопрос, а в чём были одеты дети? Если, например, я только купила новый комбинезончик там или какое-то красивое платьишко зимой, что там, пальтишко, шубку, и вот оно упало прямо вот в грязный снег. А подождите, в чём, чья это вообще проблема, что вот была куплена эта одежда, ребёнка или ваша? Ну, я очень старалась красиво. А вы видели на улице снег? Видела. Так, подожди, а если вдруг он заболеет? Какой кошмар. Отчего? Ну, вот валяется он на земле, на холодной, на снегу, в грязи, испачкался. Ну, Ольга Васильевна, давайте вот как-то посерьёзнее, да? Сейчас огромное количество одежды, которая предназначена для всяких разных вещей. То есть ты считаешь, что это нормально? Он вышел, вот он катается. Вы посмотрели на улицу, там снег, вы уже предположили, что надо как бы прилезть будет в этот снег. Наденьте ему мешочку беленькую. Хорошо, вот хорошо, допустим. Ну, а почему мне не надо его останавливать здесь? Что развивается? Вы сейчас валяетесь в снегу? Ну, нет уж снега. Да и валяться не хочется, нет. А как часто вы встречаете взрослых, которые получают удовольствие от жизни? Вот прям по-настоящему? Ну, это если в Новый год и... Выпечь шампанского. Да, и не одно, да. То есть валяются. Ну, так для собственного удовольствия просто вышел и вот упал, ну нет. Ну, вот если позволять, если просто так, да, теория, например, если позволять детям получать удовольствие от жизни, они видят, они замечают, они радуются, они понимают, что это можно делать. Почему нет? Что это нам дает для будущего? Что нам дает, Николай? Или, ну, ее пусть не валяются. Или пусть не валяются. Лужи обходят, в колготки белые носят. Про лужи я тебе сейчас расскажу. Про лужи, да. Ты тоже, да, про лужи рассказывала? Да. Хорошо. Допустим, так. Допустим, мы разрешили. Дальше что? Что ты дальше сделала? Где? Вот сколько они валялись там у тебя? Да, ну, просто повалялись и все. А потом что? Ну, снежки побросали, покидали. Ну, что? Только они мокрые стали от этого снега, нет? Ну, ничего страшного, костюм, ну, и что? Немного промокли даже, пришли там, ну, это не проблема. Если это позитивное, если это хорошее, что там было с сапогами и радостью? Вот-вот-вот. Иммунитет, как надо поднимать, дети рассказывают. Там не иммунитет, там было так. Вообще дети, конечно, ведут себя, как животные дети, как говорят актеры, переиграть невозможно, они ведут себя естественно. И вот у меня тут, когда Вика начала рассказывать о лужах, о лужах это будет рассказ такой, да? Вы как вот примерите лужи? В общем, с лужами такое дело. Представьте, вы выводите ребенка гулять, идете рядом, и он лезет по луже, прыгает, все, брызги вокруг. Ну, в общем, сам грязный, мокрый, вы тоже заляпанный. А тут, если еще, идут прохожие и им достаются. И вот у меня тут две картинки такие, если позволите. Моя собака и моя внучка. Моя собака, которая очень умненькая была, лабрадор. Мы идем с ней, дождь жуткий, я тороплюсь, мне нужно ее выгулить, вернуться, отвезти ее и на работу. И поэтому я иду и говорю, Чанга, только по тропинке, только по тропинке, не смей никуда лезть. Она идет чинно и благородно по тропинке. В какой-то момент я беру телефон, она понимает, что я отвлеклась, тут же спрыгивает в лужу, вот так вот вся. Я, конечно, уже заляпанная, она тоже, она вся в грязи, тут же выскакивает, когда я сказала Чанга. Она выскакивает и снова вся в грязи идет по тропинке. То есть она сделала свое дело. То же самое с Лилей. Вот удовольствие получила. Что сделала Лиля? Лиля еще ухлеще. Она, значит, идет в сапогах, которые ей жмут реально и говорит, мама, так, жмут сапоги, давай скорее до дома. И уже когда они подходят к дому, она лезет в лужу и начинает мерить лужу. Мама спрашивает, Лиля, вот ты только что говорила, тебе жмут сапоги. И вместо того, чтобы идти домой быстро, ты лезешь в лужу. Так у меня они меньше болят. Она говорит, от чего это интересно? От радости. Ой, я вам и говорю, повышение мультика. Как понять, что то, что она облезла в лужу, принесет ей такое счастье, такую радость? Что вы делаете с лужами? Ты рассказывала, мне очень понравилось. Ну, как-то было выяснено опытным путем несколько лет назад, что дети обожают лужи. И, конечно, тоже первая моя реакция была, нет, не надо, там что-то сейчас произойдет. Но потом, когда я увидела умаляющие глаза, которые, ну, мама, ну это же просто класс. А еще они плохо говорили, а глаза-то все говорят. И я думаю, почему нет, давай попробуем. Специальные костюмы надели на них, там, сапоги и пошли вот по нашей центральной улице гулять. Тут мы учились как бы параллельно договариваться. В эту лужу можно наступить, это слишком глубокое. Вдруг воды хлебнешь как-то, ну, не очень. Вот прохожие, если они идут, давайте останавливаться, не брызгаться. Ну, то есть какие-то правила сразу, чтобы это не было такое, что вот выпущили, давайте тут всех водой залейте и все такое. Прыгали, счастье было невероятное, просто необыкновенное. Ну, тут еще, наверное, речь идет о запретах, да, что нельзя запретить. Ну, что, ну, лужу, ну, хорошо, в лес, и правда, что тут такого? Это, ну, речь о запретах, о том, что можно договариваться, если тебе что-то хочется, и это такое вот, да, может, там, кому-то повредить, кому-то не понравится, да, что-то там с одеждой, опять же, происходит. Это можно обо всем договариваться и проговаривать, и учить тому, чтобы вот принять решение. Ну, да, и вот лужу эту померить как-то, и вот. Ну, да, и, собственно говоря, уже отсюда начинаются какие-то правила. Да. Договоренность. Договоренность. И принятие, вот, вот захотелось лужу, хотя вообще ничего тут умного нету, так, на наш взгляд, да. Так не проблема. Ну, да, и потом, вот, мне кажется, это вот действительно, как бы, вот на этой луже мы учимся договариваться с собой, с мамой, учитывать людей, окружающих, которые идут, и о них нужно позаботиться. Ну, то есть, когда трёхлетний ребёнок скачет в луже и видит тётю, которая идёт, он останавливается и говорит, мам, мы подождём. Мне кажется, это прямо очень хорошо. Да, это правда крутовато, прямо даже, что ребёнок понимает вообще уже в этом возрасте, да, в такой момент, что он понимает. Ну, сначала, естественно, может быть, они повторяли, да, что говорили. Так, горку, лужу, снег, обсудили. Ваша тема, любимая, там, конфетки на ночь поесть, шапочку снять на морозе. Да, вот это меня, конечно, очень интересует. Вот всё, и, кстати, все пять встреч наших, у меня, внутри меня было какое-то несоответствие. То есть, я понимаю, что говорят правду, что нужно правильно питаться, тем более ребёнка кормить. Вот согласна с каждым словом. Я только не понимала одно. Я знаю, что научить ребёнка можно. Можно ему сказать, как вести себя, что есть, как спать, но если ты сам будешь делать всё не так, то он будет повторять тебя, по сути. Поэтому, если я ребёнка в девять укладываю, я сама ложусь в два. Мне что делать? Мне ребёнка до двух часов ложать? Восемь ложить. Или укладываться вместе с ним? Что делать? Хорошо, другой вариант. Например, ребёнку нужна вот пища, не солёная, не сладкая. Или, предположим, у него аллергия, ему нельзя конфеты. Бывает. Ну и что теперь? Вообще жизнь закончилась? Вообще ни конфетки в доме, ничего? Или есть себе и говорить, тебе нельзя? Нельзя и всё. А мне можно. А мне можно. И вот молотить эти конфеты. Ну вот, я думаю, такое здесь решение. Это, естественно, в один день не происходит. Ты прям вот такая прям умная, да, сейчас прям тут вот это всё говоришь. Конечно, это очень такой длительный процесс, как бы со всеми этими вещами. Ну, возможно, договариваться, только если вы воспринимаете своих детей на равных, ну, согласно их возрасту, да, всё проговаривается и обо всём можно договориться. Есть такие вещи, которым детям нельзя однозначно, потому что они дети. Вы объясняете, организм растёт, то-то-то-то происходит, ну, там, зависит от ситуации. Можно мне при ней съесть конфету или лучше не провоцировать? Ну, вы так садитесь, говорите себе, я вроде бы взрослый человек, дай-ка я подумаю. У ребёнка аллергия. Вроде бы. Ну, а может и нет. Кто его там знает, да? Ну да. У ребёнка аллергия, наверное, ей будет неприятно, да, если я сейчас достану конфеты и буду есть. И я говорю, мы тоже не будем есть конфеты. Ну, там, в какой-то ситуации где-то, так как у меня нет аллергии, я могу съесть, конечно. А со сном-то чего, вот скажи мне? Со сном то же самое, вы договариваетесь, вы объясняете, детям нужно ложиться спать лучше, да, в 9 часов, потому что вот это, вот это и вот это. Я человек взрослый, у меня после 9, например, до 11, 2 часа, есть работа, которую я буду делать, как взрослый человек, как мама, там, готовить, или там, готовиться к работе, или стирать, или что угодно. Вы это всё рассказываете, проговариваете. Ну, я помню, что мы ещё договаривались так, поиграй со мной, я говорю, ну, у меня работа. Ну, да, это мы с Николаем Васильевичем ритуалы, конечно, эти, помните, мы говорили, что мы выделяем специальное время и посвящаем. Ну, я ещё тут объясняла, что, хорошо, я с тобой поиграю, потому что тебе в 9 нужно будет лечь, а у меня там будет ещё пара часов, и я поработаю. Так, договорились, да, только ты сразу идёшь, да, договорились. Ну, было, правда, такое, правда, правда. Вот, и мы с Николаем Васильевичем, помните, говорили, что мы обязательно выделяем, вот, как бы, с мужем время перед сном, чтобы поиграть, полностью посвятить своё время общению, и тогда уже ребёнок не будет вцепляться в тебя или что-то командовать. Ребята, детьми надо заниматься. Ну, да, это как бы такое. Тут дело такое. И опять же, да, то есть, мы учим ребёнка и на будущее чувствовать своё тело, свои потребности, потому что мы каждый раз им рассказываем, что происходит в теле, если вот это, если вот это, если вот это. Ты хочешь пить? Нет, я не хочу пить, мам, что я хочу? Ой, да, с этим, конечно. Вот ещё, кстати, да, вот про шапку мы начали говорить. И шапка. Допустим, зима, я не хожу в шапке, но холодно, я ребёнку одеваю шапку. Ребёнок смотрит на меня и говорит, ты же без шапки, почему я должен идти в шапке? Потому что я взрослая, а ты... Потому что я так сказала. А фильмы приготовили, Игорь? Ну, конечно. Вот. У нас ещё сюрпризик. И... Потому что я так сказала. Так вот, смотрите, когда мы объясняем, да мы должны опять же объяснить ребёнку, почему я всё-таки иду без шапки, а он в шапке, но здесь, по-моему, очень сложно. И тут я могу только напомнить вам наши любимые анекдоты из этого. Вы помните, как бабушка кричит ребёнку сверху? Да. Быстро домой! Ребёнок подходит, поднимает глаза и говорит, бабушка, я замёрз? Он говорит, нет, ты проголодался. То есть нам всегда лучше знать, что нужно этому ребёнку. Тебе спать без объяснений, не есть конфеты без объяснений, шапку надеть без объяснений. Вот это, да, получается. А если вы всё время в диалоге, и причём нормальном диалоге, они там сю-сю-сю-му-сю-сю, вот это всё. Кстати, а сю-сю-сю-му-сю-сю. Да, да. Мы покушали. Да, да. Я и про это. Когда мы, конечно, когда ребёночка тоже, драгоценность наша, и он всегда маленький, и сколько бы лет ему не было, он всё равно вот золотой и замечательный, а особенно в таком вот в нежном возрасте мы к нему как обращаемся? Чи моя ляпочка, чи моя халёсечка. И вот мы начинаем уменьшительно, ласкательно троллялюшечки, и не только к нему. Мы говорим, мы сейчас покушаем кашечку, супчик и троллялюшечки. Мы причём, да. Ну, это есть такое. Вот это есть. Чем это вот, вот что это даёт ребёнку? Вот почему этого не нужно делать? Чем это вот хочется? Мы с вами вначале говорили, что вся жизнь родителей с детьми посвящена тому, чтобы научить их жить самостоятельно. От себя отделить. Не мы испачкали подгузник, а ты это сделал. Понимаете? И чём это чревато? Испачкали подгузник, хорошо. Да, но тема, что он не будет самостоятельным, что он опять же не может принимать решения, он не знает потребности своего тела, он не знает, что он чувствует. И, соответственно, вот вырастают люди-пациенты. Ладно, хорошо. Что ещё мы хотели рассмотреть с тобой? Ну, такая тема, знаете, вот про детская площадка, там все наши истории залиты. А, возвращаемся на детскую площадку. Мы говорили о том, что игрушки отнимают, обижают, вот с этим у нас такие с вами были, да? Ну, да, уже когда он выходит и начинает, вот в социум выходит и начинает общаться со своими сверстниками, вообще в мир выходит. Ну, это возраст, именно вот как нам объяснял Николай Васильевич, возраст, когда ребёнок активно себя осознаёт. А ещё вы, Николай Васильевич, говорили о мозге, как он вот эти этапы развития мозга до трёх лет и трёх лет. Да, здесь очень важный момент, это реально научные факты, что есть этапы развития мозга. То есть вот до трёх лет практически ребёнок, он сконцентрировал на себе и на своих желаниях. А с трёх до семи лет именно происходят физиологические включения, созревание мозга, включение определённых процессов, когда, к примеру, с трёх лет ребёнок начинает именно познавать мир. То есть вот познание, это общество, это, ну, как бы общение с людьми. И себя, и себя в этом мире, да? Познание себя происходит чуть позже. В этом мире. Чуть позже, познание себя. А вот третье же, познание мира и людей в этом мире. Вот этот период с трёх до семи лет. Контактировать он начинает, да? Да, и вот, что очень важно ещё, именно в этот период закладываются основные стереотипы взрослой жизни. Вот. То есть это очень важно. Казалось бы, такие вот вещи, которые вы обсуждаете, ну, как бы бытовые, повседневные, но правильное, именно воспитание ребёнка, то есть правильное отношение родителей к ребёнку и к тем действиям, которые совершаются ребёнком и на правильное отношение родителей, формируют у ребёнка все вот эти вот, скажем, ситуации, которые он будет решать во взрослой жизни. Или он будет ошибаться, или он будет именно принимать такие решения, совершать такие действия во взрослой жизни, которые будут приводить его к успеху. Вот, поэтому надо быть особенно, так сказать, трепетно осторожным. Да, вот наша тема, Николай Васильевич сейчас за нами проследит. Сейчас он за нами проследит. Вот, про игрушку. Да. Вот это прям формирует точно, что-то формирует. Вышел мой драгоценный ребёнок. Я уже прям вижу, какой он. Замечательной игрушкой. Да. На площадку. К нему подходит твой драгоценный ребёнок, даже младшего возраста, и начинает тянуть эту игрушку. Да? А мой не отдаёт её ни в какую. Что делать? Ну, что вы будете делать? Я тебе буду делать. Скажу, как тебе не стыдно, деточка моя драгоценная? Дай ребёночку маленькому поиграть. Ты видишь, он малыш. Ну, он поиграет и отдаст. Что тут такого? То есть, как бы, почему я это делаю? Хочешь знать? Чтобы он не был жадным. Чтобы он не обижал маленьких. А он прям обижал, прям, да? Ну. Нападал практически. Ну, нет, но не давал. Вот у меня такое представление. И выглядит это очень красиво для других. Что вот бабушка молодец. Она не стала заступаться за... Хорошо воспитывает. Да, бабушка хорошо воспитанная тоже. А ваш-то что? Ну, мы уже поменяли, да? Вопит и не хочет. И начинает биться за свою игрушку. А вы-то что? Сочувствуете ему? А я-то могу даже вырвать эту игрушку и отдать другому. Ну, не знаю я. Уже как-то пошло. Ну, да. Уже меня... Что-то не туда. Не туда меня повесло. Так. А что надо? А как ты делаешь? Современная психология научила меня. Куда-то рассказывай. Вот, значит, возвращаем, да? Моя Ева играет в игрушку. Ваш благородный принц отнимает. Так. Я смотрю на Еву. Если она как-то ситуацию там решила свою сама, то ну, ничего не делала. Ну, отдала или не отдала, или там он шла. Если я вижу, что она игрушку отдавать не хочет и какая-то борьба завязалась, я подойду, ну, там присяду, да, чтобы с детьми на один уровень выйти и спрошу у нее, ты хочешь отдать игрушку или хочешь играть сама? Если она говорит, я не хочу, хочу играть сама. Вот, настала пора научить ребенка обращаться со своей собственностью. Я ей говорю, говори мальчику, я хочу играть в эту игрушку сама, я не хочу тебе ее отдавать. Уходи. Спокойно. И вот так повторяем раз за разом. Говори так, говори вот так. Не отдавай. Он тянет, например, продолжает тянуть дальше. Конечно, это уже ситуация не для слабонервных вот таких вот людей. Совсем не для слабонервных. Людей ты берешь свою руку, кладешь на руку Евы и держишь и говоришь, держи крепче, не отдавай. Ты же не хочешь ее отдавать, держи крепче. Ну, он опять тянет. С той стороны я сижу и все это вижу. Тогда я говорю вам. Но тут, понимаете, очень важно без всяких вот этих эмоций. Это же тоже ребенок, да? Мы же не хотим его обидеть другого. Поэтому спокойно. Я говорю. Понимаете, вот ваш мальчик, малыш хочет забрать игрушку. Ева не хочет моя отдавать. Поэтому, пожалуйста, сделайте что-то, чтобы он это завершил. Отдал нам. Вариантов мало, что сделает та самая мама. Я говорю, что, конечно, мамы, бабушки могут быть недовольны. Но здесь просто стоит выбор. Мой ребенок или чужой ребенок. Я всегда хочу быть на стороне своего ребенка, да? Она должна знать, что я одобряю ее поступок. Я на ее стороне, она расслабляется и учится принимать решения о своей собственности сама. Хочу – отдаю. Хочу – не отдаю. Меня ругать никто не будет. Никто давлять не будет и заставлять меня не будет. Уважение. Растим. Да, согласна. Умение выбирать. Растим. Жадность. Здесь где? Если я хочу, делаю выбор. Хочу – нет. Я разве обязана все отдать, когда они хотят? Нет. Мы же тоже с вами не отдаем. Вы идете по улице с прекрасной сумкой. Милая, добрая женщина подходит к вам, знакомая, и говорит, Ольга Васильевна, ну дайте-ка мне поносить сумочку-то вашу. Совсем ее содержимое. Ну да, конечно. А что же нет-то? Бери больше. Ольга Васильевна, не жадная. Ну ведь правда? Не дам. Ну вот не дам. Нет, могу какую-нибудь другую завтра. Завтра. Другую. Вот понимаете, в чем дело? Я заметила, что ну процентов 80 на детских площадках, вот, родителей, вот, ну почему-то как-то папа. Жертвуют своими детьми. Папа, вот они, видимо, хотят мужественных, сильных парней вырастить, и они почему-то… Отдай. Отдай, ты что жадная, это девочка. Вот, то есть они думают, что это прекрасные вещи, они проделывают. Если начинается драка. Если начинается драка, это очень хорошее дело. Как вот вы воспитываете, как вот, что ребенку нужно делать в этой ситуации? Мы в какой-то момент ходили на детские площадки, и я прям так и ждала, когда же что-нибудь замутиться, чтобы вот… Однако, мамаша, еще так. Я согласна с тем мужиком. Ну, надо оттачивать навыки. Странноватая женщина. Только практика. Где еще ребенок научится? Ну, слава богу, их было не так много. Здесь есть две стороны. Мой ребенок проявляет агрессию и хочет забрать у кого-то что-то, да? И вообще, что-то там произошло, как-то началось. Это нельзя, как бы, оставлять на самом деле. Да, 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 вот эта ситуация, Вика. Вот смотри, когда твой ребенок отнимает, хочет отнять игрушку у другого, что ты делаешь в этой ситуации? Я тоже какое-то время выжидаю, смотри. Ты же на стороне своего ребенка? Ну, вдруг они договорятся, мы же должны дать возможность. Хорошо, не договорились, она все равно тянет, он не хочет отдать. Да, она даже стукнула, например, уже там как-то чуть-чуть. Я подхожу за руку. Стукнула чуть-чуть, это сильное выражение. Ну, я надеюсь, что нет. Ну, ладно. Ну, может быть, было так пару раз. Я подхожу, беру ее за руку и говорю ей, злиться можно, драться нельзя. Девочка тебя обидела, тебе что-то... Ну, то есть я начинаю с ней разговаривать и ей называть эмоции, которые она испытывает. Потому что она, они же не знают еще, особенно когда совсем уже там 2-3 года вот эти, да, дети не понимают своих эмоций. Они что-то испытывают, как это называется, они еще не знают. Мы что должны делать, вместо того, чтобы в панике бегать и ужас какой, научить. Он тебя ударил или он отобрал твою игрушку. Ты расстроилась, ты разозлилась. Злиться можно. Скажи ему, мне не нравится, что ты со мной так делаешь. Мне не нравится, что ты мои игрушки отбираешь. Но драться ты не можешь. Он на тебя не нападал. Мне нравятся эти фразы. Я просто сама аж такая гордая. Да, надо внуков побольше. Я тоже буду как ты, может быть. Так, хорошо. А если другой напал и дерется? То есть здесь мы воспитываем в человеке, да, вот в будущем уже взрослом человеке, какие чувства? Во-первых, различать свои эмоции. Эмоции, то есть если ты знаешь, что ты чувствуешь, то уже будешь дальше, дальше все учиться их контролировать, ими владеть, как говорят, да, вообще что-то такое уже осознанное делать, чтобы как-то выходить из ситуации. Во-вторых, ты учишься не допускать в отношении себя, своего тела тоже каких-то там действий, которые тебе не нравятся, да? А теперь такой вопрос, да? Ну, очень хорошо помню, хоть это было многие годы назад, но тем не менее. Мы заходим в магазин игрушек, ребенок у меня просит купить какую-то игрушку. Я говорю, нет, у нас, во-первых, есть такая же, просто забыла. А во-вторых, у нас что-то вот пока вот с деньгами не очень. Игрушка дорогая. Ну, хорошо, спокойно расходимся. Мы уже собираемся уходить. Здесь девочка поменьше, начинает конючить какую-то игрушку у мамы. Мама говорит, нет, нельзя. Девочка совершенно спокойно, без крика, ложится на спинку, удобно пристраивается на пол. Потом начинает топать ногами и хлопать руками и вопить. Я так и не поняла, были там слезы или нет. Мама, конечно, не выдержала. Мама купила эту игрушку. Ладно, только ради бога вставай. Мы выходим, ещё не успели выйти, и мой ребёнок проделывает тот же номер. Он так же аккуратно укладывается, начинает вопить. Ну, мы решили эту ситуацию как-то там вот просто вот с большими нервными перегрузками. Но решили, я объяснила, что вот сейчас денежек нету, потому что нам надо то-то купить. В общем, мы как-то успокоились. Мы, да? Мы как-то успокоились. Мы, потому что я больше всего переживала. А потом, когда ребёнок переживает, переживает, естественно, мама и бабушка. Но, тем не менее, вот это я видела не однажды. Как вы с этим? Ну, то, что вы описываете, это всё-таки, знаете, когда девочка всё посмотрела и преднамеренно как бы легла. Это было роскошное сцело. Потому что просто её маме нужно посмотреться в зеркало, как-то оглянуться. Видимо, мама тоже какие-то там ложится на пол и чего-то требует. Но это как вариант. Но это как бы такое поведение, границы. Это вот истерика. Но это как бы истерики же разные бывают, да? Да, да. У меня, например, мои девчонки очень часто впадали в истерики. Но как бы большей частью это были истерики физиологические. И вот как бы старшая не выдерживает, если очень хочет пить и если хочет есть. Вот только сейчас начинает учиться с этим справляться. Со стороны, конечно, для людей это выглядело, она в истерике, невоспитанные дети орут. Она могла посредине улицы прям залечь на центральной и начать орать. Прям биться головой, руками, ногами и прям вот орать. Вообще, это могло быть что угодно. Хочу есть, хочу пить, дай то, дай это. Однажды за нами бежала добрая женщина. Здравствуйте, если вы вдруг нас увидите. А их всегда есть у нас? Да. И просила, вот так доставала кошелек, деньги оттуда. Умоляла, купите ребенку булочку. Она так хочет булочку, вы монстры не покупаете. Вот. Ну, что вы, ну, это же кто сейчас лежит на полу? Ребенок. Я вижу, если вот голова не отключается от ужаса и что подумают люди. Это, ну, тоже у всех такое было. Что просто ты понимаешь, что она хочет есть. Вот пока мы сейчас до дома не дойдем, это будет продолжаться. Единственный метод, ты ее берешь. Иногда, кстати, такие истории были, что взять невозможно. Она так вырывалась, что если ты ее, ну, как бы держишь, она может упасть и удариться головой. Иногда она лежала, а я сидела рядом на корточках и говорила, я здесь, ты сейчас чуть-чуть проорешься и мы пойдем домой. Ну, вы понимаете, тоже люди приходили, говорили, страшные люди, на мой взгляд. Сейчас полицейский придет и тебя заберет. Правда, мама опять? Женщина, идите, полицейский за мамой сейчас придет. Она лежит и ей хорошо. Вот она орет, все будет нормально. Ну, тоже вот эти добрые женщины или бабы. И доходите до дома? Просто берешь, как в какой-то момент, когда силы иссякли, берешь как-то там. Возможно, доходишь до дома, кормишь и потом просто сидишь и разговариваешь, что вот ты так делала, лежала, хотела есть, так все плохо, не справлялась. Но вот это все к тому же, кого мы растим. Тот, кто понимает или кто не понимает, что с ним происходит. Ну, это как бы физиология. Из-за игрушек, да, из-за игрушек это только, опять же, объясняешь. Мы не планировали, мы не хотели. Это будет в другой раз, понимаете? Ну, что, дорогие друзья, что здесь можно сказать по этому поводу? Николай Васильевич, он напоминает нам про мужчин. Николай Васильевич, мужчины плачут, а то вроде бы говорят, что нет. Кстати, да, мы говорим тут просто о ребенке, такое бесполое существо. А, да, ребенок, ребенок. А вот здесь как бы, ну, это, конечно, отдельная тема. Эти вот нюансы в воспитании девочек и мальчиков, и кто для них мама, кто для них папа, и все это по-разному. Ну, это очень большой разговор. Ну, вот одна, да, это большой разговор. Вот одно из тем, таких вот, то, что Вика напомнила, да, это то, что с раннего детства ребенку говорят, плакать, мальчикам плакать нельзя, мужчины не плачут. Вот что с этим, Николай Васильевич, сфлакнуть можно? Да, конечно, но ребенок, он, что мальчик, что девочка, во всяком случае, именно осознание себя как личности, но чисто научные данные, где-то у ребенка появляется. То есть это опять-таки этапы созревания мозга появляется где-то в 12-14 лет. У девочек чуть раньше, у мальчиков чуть позже, ну, примерно в этом возрасте. То есть с 3 до 7 лет, конечно, ребенок, он просто ребенок. И здесь очень важно. Но, вот это очень важный момент. Проявлять свои чувства, и мальчик должен, потому что если его опять-таки воспитывать, что он должен зажимать себя и не проявлять свои чувства, то эта закрепощенность, замкнутость, она, несомненно, перерастет и пойдет с ним во взрослую жизнь, и появится такой черствый тип, черствый, который и сам не может проявлять свои чувства к другим людям, и, скажем, будет бояться, когда другие люди будут проявлять какие-то чувства к нему. Поэтому эта вот скованность, закрытая, это действительно очень плохо. И, кстати, это вредит, как, скажем, по жизни, но взаимоотношения. Но это и физическое здоровье. И это очень мощно влияет на физическое здоровье. Именно поэтому, в том числе, у мужчин более часто бывают инфаркты, инсульты, и они умирают именно от проблем, сердечно-сосудистых заболеваний в связи с перерастанием этих эмоциональных закрепощенностей уже в физические болезни именно. В общем, пусть мальчик плачет, если ему хочется. И этого не говорить вообще всего. Ну что, дорогие друзья? Я бы хотела вот всё-таки вот эту вещь. Помните, я вам рассказывала про то, что мне очень-очень понравилось у той же вот Марии Бразковской, психотерапевта, одно упражнение, которое поможет детям опору в жизни получить. Ну, о том, что детей нужно обнимать, как можно чаще целовать, все знают. И вот иногда вы себе напоминаете, когда вы ребёнка обняли, и он с вами, вы положите вот руку между лопаток и просто ему скажите «Я тебя держу». То есть таким образом, вот говорят, да, формируется вот этот скелет опора, то есть вот ребёнок растёт с опоры, что у него за спиной что-то есть, защита. Желаем вам, чтобы ваши дети выросли счастливыми и довольными и ушли от вас подальше. От нас всех, да? Ну, чтобы любили при этом. То есть любить ребёнка – это не значит потакать абсолютно всем его прихотям. Ну и напоследок мы хотим вам поставить небольшой… В следующий раз мы поставим небольшой ролик, или ссылочку бросим сюда, где вы можете посмотреть достаточно интересный ролик. И со следующего четверка мы начинаем небольшой такой цикл, может быть, это будет всего три или четыре лекции, может быть, даже меньше, уже о более старших детках – с семи до четырнадцати. Разброс достаточно большой, и разница между семилетним и четырнадцатилетним ребёнком есть, но она скорее больше физиологическая, потому что в четырнадцать лет, как обычно, ребёнок понимает, что он уже взрослый, но с головой ещё пока вот чего. И здесь проблемы. Спасибо вам большое за то, что вы были с нами, и, пожалуйста, пишите, поддержите нас в нашем таком замечательном начинании. Дети – наши всё. До свидания. Спасибо, всего доброго. Продолжение следует...